В 21 веке проблема биологической безопасности произведений искусства стоит очень остро. Можно смело сказать, что она мировая, касается ведущих музеев Европы. С ней уже приходилось сталкиваться, например, и у Фиции, и Лувру. Речь идет о невидимых микроорганизмах, которые попадают на бесценные произведения и могут незаметно разрушить их. Микроорганизмы живут везде на протяжении миллионов лет на нашей планете, и мы существуем среди них, и они вносятся частично и на одежде посетителей, и на волосах, и на руках, и так далее. Некоторые музеи работают с этой проблемой по мере ее проявления, а некоторые – превентивно. Например, Третьяковская галерея сотрудничает с учеными Центра биотехнологии РАН с тем, чтобы мониторить опасную ситуацию и заранее создавать средства, способные обезопасить шедевры. Такого рода исследования создают для нас большее понимание тех потенциальных рисков, которые могут возникнуть, если вдруг произойдут какие-то локальные сбои. Локальный сбой может быть в климатической системе, локальный сбой может быть в виде аномальной температуры зимней, либо летней. Сто процентно эффективного антисептика пока нет в мире. Ученые многих стран занимаются созданием такого средства. Разработки Центра биотехнологии РАН – одни из самых перспективных. Перед нами была поставлена задача научными реставраторами, чтобы мы подобрали, разработали антисептики нового поколения. То есть такие, которые локально точно удаляют те или иные повреждения микробиологические, но при этом мягко работают на организм человека, не являются токсичными. Ученые подошли к задаче основательно. Для того, чтобы определить микробное разнообразие в исходных отобранных пробах, мы делали метагеномное секвенирование. Для этого на первом этапе мы выделяли метагеномное ДНК и проводили ПЦР-реакцию. Но как дальше работать с полученными данными? Как экспериментировать, проверять результаты? Ведь невозможно использовать для этого сами бесценные произведения искусства. В отделе научной реставрации Третьяковской галереи для нас были специально созданы макеты на дереве. Таким образом, что на дерево сначала наносилось паволока в осетровом клее, это, грубо говоря, мешковина. Затем наносился меловой слой также в осетровом клее, это грунт или левказ. И потом уже различные лакокрасочные слои, вот, например. Здесь у нас натуральная яичная темпера, здесь у нас темпера уже фабричного производства. Разумеется, в залах Третьяковской галереи исследования проводились аккуратно. Наш метод был не инвазивный. Мы брали ничтожное, малое количество исходного биологического материала стерильным сухим ватным тампоном. Специалисты Центра биотехнологии РАН работали в тесной связи с сотрудниками реставрационных мастерских Третьяковской галереи. Здесь вы можете видеть, как происходит расчистка от поздних записей на иконе пророк Исаия. Сама по себе икона, она представляет собой такой многослойный пирог, состоящий из разных слоев. И эти слои очень подвержены различным биологическим повреждениям. Сложность в том, что новый антисептик должен быть токсичным для микроорганизмов, но при этом безопасным для людей и не разрушать картины. А это почти взаимоисключающие условия. Те, допустим, антисептики, которые необходимы для борьбы с биопоражением, они имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. Поэтому пока нет какого-то универсального способа решения подобных вопросов. И эта проблематика актуальна. Дело в том, что создать антисептик настолько же сложно, как в 21 веке создать принципиально новый препарат. На первом этапе нужно проскринировать на просто антисептическую способность конкретных соединений. На следующем этапе необходимо делать макеты, где тестируется каждая отдельная органическая составляющая, которая используется для этих произведений. Но и это не все. Далее делается искусственное старение для того, чтобы посмотреть, как будет действовать во времени. Можно смело сказать, что наши специалисты находятся на пороге создания принципиально новых соединений для защиты уникальных картин. Вот, в частности, это бывший макет, на которого мы инокулировали некоторые микроорганизмы, обозначенные здесь красным и зеленым. Посмотрите, во что он превратился через некоторое время культивирования. А вот тот же самый материал, на который мы инокулировали те же самые микроорганизмы, но в составе этого материала мы добавили антисептик, который мы изучаем. Видно, что антисептик защищает этот органический материал от деструктивного действия ксерофильных грибов. Работа еще не завершена, но пути создания эффективного антисептика нового поколения понятны. И надеемся, что в ближайшем будущем российским антисептикам будут спасать полотна не только в Третьяковке или Эрмитаже, но и в Уфице, Лувре, Праду. Редактор субтитров А.Семкин